Привет, дорогие друзья, это Сова. Мы продолжаем с вами играть в Satisfactory. Я не играл около недели, хотя вам могло показаться, что серия выходила только вчера, но нет. Серия выходит с опозданием, иногда с очень большим. Я это все записываю, когда время есть, когда время нет, не записываю. Короче, у меня немножко поработала фабрика, я опять сходил, дернул рубильничек. Разработчики там пилят по три патча в неделю, чуть ли оптимизационных. Когда-нибудь мы сможем играть нормально, вот так же, только с работающей фабрикой, но не сегодня. А пока я хочу, чтобы просмотр для вас был максимально комфортным, поэтому пока мы будем дергать рубильники перед записью. И, соответственно, когда я буду делать что-то не на записи, например, строить какие-нибудь фундаменты миллионами, там, соответственно, буду включать эту фабрику для того, чтобы она набрала ресурсов. Итак, в общем, мы тут закончили немножко. Я там закончил с подключением всяких железных вот этих вот штук. И вроде как мы закончили с компьютерным цехом на том уровне, на котором он у нас был. Теперь нам нужно, знаете, что сделать? Нам нужно настроить производство суперкомпьютеров. Собственно, мы к нему подвели еще 50 лишних компов. С учетом старого производства, я думаю, что 50 там прям плотно будет набираться. Теперь я хочу сделать следующий момент. Я хочу расширить производство суперкомпьютеров для того, чтобы их производилось, ну, например, один компьютер в секунду. Мне кажется, для сложных цепочек, таких одна единица в секунду, это прям то, что надо. А для этого нам надо спуститься вот сюда, вот к цеху суперкомпьютеров и глянуть, что у нас тут происходит. Я бы оставлял место специально. По идее, я вот туда вот, если буду продлеваться, как раз мы за такую задачу сможем решить. Чисто гипотетически, но чисто не гипотетически, может быть, все что угодно. Для этого сначала нам надо посмотреть, во-первых, с чего они делаются, суперкомпьютеры. И можем ли мы что-то изменить? У меня есть все альтернативные рецепты, на данный момент, введенные в игру. Вот альтернативный облачно-модульный каркас у меня есть. И мы его будем делать, кстати говоря, без использования болтов, наверное, вот, эстонный труп. Это, к слову, о переработке, короче, вот этого железа нашего прекрасного. Да, стержней ядерного реактора мы доберемся чуть позже. Я там бахал голосовалку. Народ говорит, что да, одному Таравату быть, это мы обязательно и сделаем, но чуть позже. Я сначала хочу подготовить полностью фабрику к Т-8, а потом уже заниматься такими украшательскими проектами. Так, давайте теперь посмотрим. Хорошо, вот у нас есть суперкомпьютер. Суперкомпьютер. Суперкомпьютер у нас делается по 1,875 в минуту. Так, мы делим, получается, 60 штук, которые нам нужно получить, на 1,875. И получится это ровно 32. То есть нам нужно 32 вот таких фабрики без балды, 32 фабрики для того, чтобы произвести, соответственно, нужное количество. Какие у нас будут подстерегать проблемы на этом пути? У нас будут проблемы подстерегать с пластмассой. С пластмассой нас будут подстерегать очень большие проблемы. Потому что, если мы возьмем и, ну, грубо говоря, блин, может быть, дать посчитаем по 40. Короче, если мы 40 пластмасса должны будем завести на 32 фабрики, то это будет 1280 пластмассы. Ну, то есть, получается, что это чуть больше двух конвейеров пластмассы нам надо сюда подвезти. Все остальное пойдет по одному конвейеру. То есть два конвейера пластмассы, то есть наполовину. 32, это у нас, получается, по 16. То есть 16 у нас будет пластмасса и один конвейер. И, соответственно, начиная с этого будет идти тоже. Так, тогда смотрите, что у нас еще должно происходить. Если мы хотим это... Ну, то есть с ограничителями, с красными коннекторами, с ними все понятно. Мы их, как бы, ускорим. Это без особых проблем у нас произойдет. А вот с компьютерами у нас получается, что 3,75 на 32 штуки. Это должно у нас 120 штук в минуту производиться. У нас их сейчас производится где-то, грубо говоря, 50. То есть нам надо будет еще на альтернативных компьютерах построить технологию. Там у нас еще катерий и прочая хрень. Примерно еще... Ну, где-то может быть даже... Надо посмотреть, сколько у меня там производится. У меня там 4 завода. Ну, грубо говоря, еще, наверное, на 70 компов. Так, чтобы с запасом это было. Нам нужно построить будет катерийную штуку. Ладно. Чего? Давайте тогда начнем строить. Начнем строить. Сначала займемся суперкомпьютерами. Потом займемся тяжелыми каркасами. И когда все это у нас будет построено, мы будем полностью готовы практически. Нам останется только подключить там всякую мелочь. Типа... Типа чего? Типа кремния. Это для того, чтобы строились быстрее всякие там штуки, типа конвейеров и прочие рунды на следующий тир. И, в принципе, можно переходить к энергетическим проектам, если до этого момента не выйдет Т8. Ладно, что? Нам нужно место. Нам нужно место. Мы это можем делать либо в один рядочек, либо в два. В два рядочка, наверное, здесь будет делать не очень хорошо, если только начинать с какого-то момента. Сейчас у меня три фабрики этим занимаются. Надо достроить еще 29. Так, еще 29 фабрик. Для этого мне надо примерно прикинуть, сколько фундаментных блоков у меня будет на это уходить. Если я, допустим, ничего особо не меняю и веду вот это вот одной линией. Вот туда, куда-то вдаль, где у меня подключается... Как он называется-то, господи? Переработка, короче. Угольные электростанции. Так, давайте смотреть грубо. Грубо. Ну, мы их еще укучкуем немножко, но... И, в принципе, можем вот это вот даже переделать немного. Кроме вот этой темы. Эту тему особо не переделаешь. Ее надо просто в бокс зашить. Ну, грубо давайте. Четыре блока. Четыре, короче, фундаментных блока у нас на один. Нам надо пристроить 29. Давайте посмотрим, сколько у нас их войдет в данный момент. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Двадцать восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Двадцать семь. Раз. Два. Три. Четыре. Три. Четыре. Двадцать пять. Раз. Два. Два. Уже не входит. Короче, хрень. Ну, и тут я, конечно, перестроить-то могу. Это не является большой проблемой. Так, ну, то есть получается, что компы нам здесь производить не очень выгодно. Ну, вот на этом уровне. Нам их тогда выгоднее производить либо на уровень выше, либо уводить куда-то в другую степь отсюда. Я так думаю, что мы их уведем вот туда вниз и вот туда вдаль. У нас там очень много места. Очень много. И нам проще тогда будет вот здесь вот все это спустить вниз и вот куда-то туда направить. Для этого нам нужно будет сделать что? Тридцать два. Тридцать два. Тридцать два. Соответственно, давайте как бы вот эти считать, что как будто их вообще не существует. Это будет небольшой запас. Значит, нам нужно разместить два яруса по шестнадцать с каждой стороны. По шестнадцать с каждой стороны. Соответственно, по четыре блока в каждой. То есть мне надо взять и вот в ту сторону захреначить примерно в сторону муравейников. Вот здесь вот большой жирный фундамент, на котором мы будем все это планировать. Ну, в принципе, что? Это будет несложно. Цемент у меня там до хрена скопилось. Я сейчас тогда это сделаю, потому что я не думаю, что это кому-то интересно смотреть. Мы сейчас примерно это спроектируем, как это должно быть. А потом я тогда потихонечку этим займусь. Так, допустим, отсюда у нас идут конвейерные ленты с пластиком. Еще одну конвейерную ленту с пластиком мы заведем вот откуда-нибудь. А, мы, собственно, отсюда ответвление и сделаем. Да, мы просто вот отсюда проведем штуку. Все вот эти вещи и так пойдут отсюда. Они уже отсюда и ведут. И где-то вот здесь вот, допустим, мы это все массово поспускаем вниз. Так, тогда нам надо примерно прикинуть уровень, на котором мы это будем строить. Потому что здесь у меня ближайший уровень только вот этот. Ну, в принципе, кстати говоря, можно под нему попробовать и подравняться. Ну-ка, давайте попробуем. Если я буду ровнять по вот этому уровню производства, то где он у меня будет? А, наверное, кстати, будет нормально. Угу. Так, давайте прикинем. Так, где-то... Вон там. Так, где-то вон там мы это все дело спустим. Так, 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 так. Так, и вот отсюда. То есть, короче, до вот этой штуки мы достроились. Хорошо. Значит, вот здесь вот мы спускаем несколько конвейерных лент. Которые мы потом дальше поведем вот туда. Так, ну, допустим, здесь у нас будет центр. То отсюда мы спустим четыре ленты или заведем их вот оттуда. Эти четыре ленты будут с базовыми фрагментами, которые у нас пойдут вот здесь. Может, мы их поведем по потолку, например. Я хочу посмотреть, как они будут коррелировать сейчас вот с этим фундаментом. Да, похоже, что нормально. Здесь, в общем-то... Хотя не такое уж здесь большое место остается. Ну-ка. Я просто боюсь, что у меня здесь все это будет так... Кучно сделано. Очень кучно будет сделано. И я переживаю за это немножко. За вот эту кучность. Просто, возможно, имеет смысл еще больше опустить фундаментный блок. Не запариваться, сделать вон там. Но там мы будем тогда, блин, на верхушке деревьев попадать. И это тоже не очень здорово. Так, а у меня есть хотя бы на один вот такой вот завод. Мы сейчас подумаем, хорошо это или не хорошо. Так, если мы сделаем производство, допустим, изготовителя. У меня на изготовитель не хватает тяжелых блочных модульных. Так, и моторов. Мы сейчас недалеко возьмем. Так, нам надо попробовать один поставить. Посмотреть, насколько он у нас будет доставать или не доставать до потолка. Имеет право на существование такая штука? Или надо спускаться ниже? Потому что уровни-то хорошо. Но разноуровневые тоже, кстати говоря, прикольно смотрятся. Разноуровневый заводик. Он симпатичный, особенно когда есть стекла. Потому что когда все выровнено по одним и тем же осям везде, и это идет этаж за этажом, это смотрится довольно уныло. Поэтому с точки зрения декоративной, в принципе, в этом есть смысл. Так, а у меня, наверное, здесь и раздобыть-то нечего. Хотя нет, мотора здесь есть. Так, тяжелоблочно-модульные. Тогда пойдем вниз за ними. Тяжелоблочно-модульные. Так, где они у меня? Господи, производится. Какое-то время не играешь, начинаешь забывать, где у тебя что находится. О, господи, вот эти сопли, конечно, надо переделать. На них прям даже, смотрите, глаза не смотрят прям аж. Так, хорошо, возьмем еще несколько таких каркасов. Они нам, в принципе, пригодятся, чтобы я сюда не бегал. Для того, чтобы выстраивать базу там. Нам это выстраивать в любом случае надо будет. Поэтому погнали. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я, запутался, так. Запутался, запутался. Так, вот эти вот соплики мы, кстати говоря, тоже должны будем разобрать. Но чуть позже. Так, ну что-то мне кажется, что низковато тут будет. Не зайдет у нас так производство. Надо будет на пару блоков спуститься вниз, как раз до верхушек деревьев. Деревья пилить не хочу, потому что у меня и так их немного осталось. Хотелось бы их немножечко сохранить для будущих поколений. Так, где у меня изготовитель? Вот у меня изготовитель. Вот, допустим, они вот так вот будут стоять. Я так понимаю, что я тут на него даже не заберусь. А нет, заберусь. А, ну и тогда норм. Если я могу по изготовителю ходить сверху, тогда вообще не вопрос. Тогда не вопрос. Ходить по изготовителю это нормально. Ну и все. Значит, теперь нам нужно рассчитать примерно так же, как у нас там с компами организовано. Мы сейчас пойдем посмотрим, сколько нам нужно блоков в ширину. Заодно я возьму на обратном пути тонну фундаментов. Вернее, цемента из вон того ящичка, в котором они у меня активно лежат. И, в принципе, можно будет приступать к стройке. Так, сейчас мы прикинем примерно хрен к носу. Многим, кстати, не нравится вот этот процесс планирования. Но, ребят, у меня не гайд, у меня не руководство, у меня ничего. Поэтому, как бы, это летсплей. А в летсплее есть определенный жанр. То есть, я, в принципе, просто показываю, как это есть. Причем здесь особого тупника вроде как нету. Ну, бывает периодически, конечно, и косяки бывают. Но это часть жизни, ничего не поделаешь. Так, с учетом обратных клапанов. То есть, нам нужно будет это все сделать и обратно завести. Мы это будем делать одной жирной линией. Так, если мы будем делать это одной жирной линией, то давайте с запасом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Давайте пятнадцать. Короче, пятнадцать нам нужно блоков сделать в ширину этот фундамент. Пятнадцать блоков в ширину. Ну, во сколько в длину, я рассчитаю. Пятнадцать в ширину нам нужно. Ну, что ж, хорошо, ладно. Я тогда жахаю свое тело за цементом. И начинаю строить фундаментные блоки там. Как только фундаментные блоки будут построены, я вернусь и мы продолжим для того, чтобы распланировать, как у нас будут идти конвейерные ленты и всякие такие вещи на нашей фабрике. Начнем это немножко заводить, подключать. И далее, ну, подали посмотрим. Скорее всего, я это буду подключать. Потому что придется много бегать. Наверное, я это буду делать вне записи. А потом мы уже будем планировать и заниматься подключением к электричеству с вами вместе. Так, ладно, пока отключаюсь. Время скоро вернусь. Так, ну что, продолжаем. Я выстелил небольшую площадочку вот здесь вот до конца. Я выстелил до конца, потому что там дальше край карты. Скорее всего, ее не хватит. Скорее всего. А может быть и хватит. В общем, не знаю. Сейчас мы посмотрим. Если ее не хватит, значит ее в конце придется куда-нибудь завернуть. Сейчас мы начнем вот это вот дело выстраивать здесь потихонечку. А там дальше видно будет. Так, значит, смотрите, что мы будем делать. Мы будем на 2 квадрата отступать. Вот это у нас центр, короче. Так, давайте мы сейчас обозначим, что здесь центр. Чем мы обозначим центр. Главное все правильно сделать. Иначе потом очень тяжело будет подключить мне. Потому что надо будет линию туда. И потом еще под потолком линию обратно. Поэтому. Так, давайте мы сейчас сжахнем. Куда-нибудь вот сюда. Допустим, в чем-то центр. Так, от этого центра 2 полных квадрата. Мы отступаем в бок. Это для того, чтобы оставить место. Для подключения сосисок. Так, для подключения сосисочной. Оставляем место. Делаем здесь. Так, ставим здесь изготовитель. Сейчас на сколько мне изготовителей хватит? Мне хватит на 10 штук. Потом у меня закончатся компы. Ну ладно, мы за ними сходим. Так, значится. Значится так. Ну, прямо начинается с этого квадрата. Наверное, мы и будем делать. Я так думаю, да? Да. Так, значит, ставим 1 вот сюда. Так, теперь вступаем 2 квадрата в эту сторону. И ставим... Что-то ты почему-то странному выравниваешься. Ставим 1 вот сюда. По идее, они должны равняться один по-другому. Они равняются, наверное... Они пытались равняться по вот этой вот хреновне. Так, дайте-ка мы посмотрим, чтобы это все было... Ровненько. Чтоб это все было ровненько. Так, это все ровненько. Ну, вроде как это все ровненько. Так, бум. Да, это все ровненько. Они ровненько совпадают. Так, отлично. Так, ладно, дальше. Значит, эти у нас вот равнялись. Так, теперь равняем. Так, вот изготовить. Здесь главное порядок, чтобы у нас был... А, блин, у меня провода сейчас закончились. Так, ладно. Тогда мы сейчас заодно сходим за проводами, движками и компами. Раз уж такое дело. Раз уж нам все равно туда идти. Надо сначала проложить одну линию. Из F-15 и F-15 втук. Потом тогда мы сможем растягивать конвейеры. Которые, кстати, скорее всего, надо тоже взять. Ну, хотя нет, конвейеров-то еще достаточно. Конвейеры, в общем-то, можно пока не трогать. Так, надо здесь взять компов тогда. Соточку. Давайте тогда с учетом этого возьмем 150. Так, возьмем 150 компов. Так, тяжелых блочно-модульных у меня достаточно получается, да? Сейчас мы посчитаем. Мне надо таких установить 16 штук. Компьютеров у меня хватает. Да, моторы нам не нужны. Моторов мы возьмем там же, где, собственно, возьмем все остальное. Так, и там же тогда возьмем... Да, в камбель возьмем тоже здесь рядом. Далеко ходить не будем. Так, давайте сходим за моторами сначала. Если они там... Блин, их там, наверное, нет. Наверное, чтобы сходить за моторами, надо сначала этот мотор произвести. Предприятие-то отключено. Вот дерьмо. Так, предприятие отключено. А вот здесь вот, где мы моторы делали, они, может быть, здесь лежат. Вот, их, по-моему, отсюда не забирал. А, да вот отсюда я не забирал точно. Моя нычка с моторами до сих пор живет. Так, забираем тогда моторы. Все, они у нас есть. И тогда останется кабели дернуть. Кабель мы сейчас тоже дернем здесь недалече. Буквально вот здесь. Так, дерганем здесь кабеля. Сколько нам нужно кабеля? Очень странно, что без электричества работают конвейеры. Мне кажется, это странно. На мой взгляд, конвейеры не должны работать без электричества. Нет, не то, чтобы я против был такого поведения, конечно, конвейеров. Но, мне кажется, это странно. И возьмем цемента на полную катуху. Так, и пойдем наверх. Столбик наш там вдалеке. Надо еще вот здесь, где муравейник такой же сделать. У нас будет муравейная опора. Будем на пуканах от муравьев летать, короче. Кто спрашивал, как такая база может левитировать, вот так может. Так, значит, изготовитель. Так, изготовитель. Значит, жахаем изготовителем. Так, разворачиваем его. Так, и начинаем жахать. Два. Так, два, три. Два, три, четыре. Пять. Так, шесть. Нужно шестнадцать. Семь. Хорошо, что он считает. Так, семь. Восемь. Девять. Так, ладно. Раз уж он нас считает, можем тогда вслух не считать. Это очень, кстати, удобно. Никогда не пользуюсь этой функцией. А она неплоха. Неплоха. Мне давно уже пишут в комментариях, что я зря и не пользуюсь. Но олдскульные ребята, которые начинали давно, они такие туги на новые технологии. Так. Осталось три. Так. У нас еще даже место на хранилище останется здесь. На промежуточное. Так. Остается один. Только у меня, наверное, труп с собой нет на хранилище. Так. И остается вот так. Так. Это у нас половина ровно. Еще точно такую же хрень нам надо будет сделать с другой стороны. Так. Это половина, которая будет производить, соответственно, суперкомпы. Так. Половина. В принципе, мы, знаете, что сделаем? Пам-пам-пам-пам-пам. Я вот думаю, как бы это сделать так, чтобы прямо было получше. И я, наверное, знаю, как мы это сделаем. Так. Ща. Правда, это будет мальца геморрой на такие вещи делать. Нам надо будет подключить три. Одну надо будет подключить сверху. Так. Я сейчас немножко потупливаю, потому что мне надо решить, как мне подключить пластик. Мне надо две линии пластика завести. Одну, соответственно, на один ряд, а другую на другой ряд. А хватит ли мне ресурсов еще на 16? Наверное, не хватит. Или хватит? На 12, наверное, хватит. Так. На 16, да, мне не хватит движков в компов. В принципе, мы их можем здесь практически рядом сделать. Наверное, придется все-таки распланировать полностью, иначе мне будет тяжело заводить конвейеры. Так, все есть у нас хорошо. Да, все есть у нас хорошо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, еще немножечко моторов и компьютеров мы здесь подрежем буквально на этаже выше. Так что никуда особо ходить не надо будет. И моторы мы подрежем там же, где у нас супермоторы делаются. Так, компы. Компы воруем отсюда. Еще стак компьютеров мне нужен. Так, забираем отсюда. Нет, отсюда не забираем. Отсюда. Отсюда я тоже уже уволок. Блин, отсюда уволок. А отсюда? Неужели придется идти куда-нибудь? Вот дерьмо. Так, почему? А, понятно. Конвейерные в ящики лезут, а конвейерные в ящики не лезут. Понятно. Блин, все-таки без электричества неудобно на заводе. Прямо вот вообще неудобно без электричества на заводе. Так, хорошо, ладно. Можем ли мы пролезть наверх и взять там хотя бы движочков? Движочки-то у нас тоже не работают ни хрена. Движочки мы забираем. Так, с компами тогда придется еще разочек сходить. Ну, давайте сходим. Я просто не хотел делать сразу вторую линию. Но придется. Придется делать вторую линию, иначе тяжело будет с подключением думать потом. Так, где у нас компы отсюда? Так. Компы у нас вот здесь. Они же у нас здесь есть, правильно? Да немного, кстати говоря, скопилось за время производства. Ладно, скоро будет больше. Когда у нас заработает адская вторая фабрика, будет вообще отлично. Заработает она, правда, немножко не скоро. Но за обязательно заработает. Это будет торжественный момент перелезания ленточки. Вернее, запуска нашего проводочка. С которым одновременно у нас поедут поезда и вообще все такое прочее. Так. Есть такое дело. Есть такое дело. Если я нигде не обманулся с расчетами... Ну, вроде как, с расчетами я обмануться нигде не должен был. Так. Где у меня... Где у меня производство? Так, стоять. А я, наверное, построил их 17. Я же 16 заложил. Один у меня уже был построен. Их, наверное, 17 построил. Один, короче, будет запасной. Так. Давайте. Строим тогда вот так. Только надо их развернуть, не забыть. А то потом полет все перестраивать. Так. Поехали. Так. Они должны у нас выравниваться по 2 масям. Да что ж такое-то, а? Так. Надо как-то так вот поставить мышку и просто идти вбок. Так. Давайте мы поставим мышку. Вообще, что-то как-то мне не нравится. Слишком далеко, что ли? Да, наверное, слишком далеко. Блин, а здесь выравнивается почему-то. Ааа, на одну ближе. Понятно, почему выравнивается здесь. Так. Ну ладно. Они все равно ровно стоят. Мы знаем, что они стоят ровно. Просто их немножечко не хватает. Блин. А здесь вот я поставил, получается, тогда ближе. Так. Надо вернуть. Мне пока на единичку мы поставим. Чтобы у них был быстрый доступ. Так. И давайте продолжаем. Пам-пам-пам-пам. Так. Да. То есть, настолько привязка не работает по длине. Значит, если привязка сработала, значит, она находится ближе на один квадратчик, чем должна. Так. 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 И остается у нас две Ну да, это излишние, ну ладно, пусть они будут уже Пусть стоят Вдруг у нас будет адский перерасход Или мы, например, захотим поменять здесь конвейер И тогда эта хрень заработает у нас полную силу Блин, еще одного не хватило, что ли? Еще один Блин, сколько-то я их, что-то я их многовато Здесь построю, ладно, хрен с ними Пусть, короче, они у нас стоят Мы же потом будем конвейеры улучшать Вот когда улучшим конвейеры Тогда они у нас дополнительно заработают Будут еще там на погрешность, короче, работать Так, хорошо, вот у нас две балалайки У нас две балалайки, которые у нас Должны нормально работать Теперь вопрос Знаете, в чем состоит? Теперь стоит вопрос в том, как мне завести С разных Две разных лент Короче, одну надо в одну завести А другую надо завести в другую И надо еще назад проложить маршрут Как у нас пойдет готовая продукция Я думаю, знаете, как мы сделаем? Так, знаете, как мы... Я знаю, как мы сделаем Короче, делать мы будем вот так Так, сейчас мы только рассчитаем Примерно, насколько они у нас пойдут Так, мне надо вернуть Только вот такую вот Где она у нас есть? Так, ищем в стенах Вот такую вот стеночку Стена с конвейерами Значит, сейчас у нас пойдет вот такая вот тема Так, насколько она только пойдет Значит, следующее у нас должно находиться Где-то примерно вот здесь Так, вот здесь Да, вот здесь Вот здесь у нас будет находиться Следующее Так Ставим, ставим, ставим Удаляем, удаляем Так, теперь давайте смотреть Значит, смотрите У нас одна вот эта тема Будет идти вот так Это будет идти вот так А центральная будет идти назад То есть по центральной У нас будет назад возвращаться сырье А по двум вот этим У нас будет уходить Соответственно Пластик На одну сторону и на другую Теперь вопрос на засыпку Заключается в том Можно ли будет поставить В таком виде конвейерный разветвитель По идее можно Но надо проверить До того, как я все это дело растяну Так, конвейерный разветвитель Давайте пока на двоечку поставим Да, конвейерный разветвитель Здесь поставится Соответственно Мы будем Не знаю какую Хоть, наверное, крайнюю В любом этом самом Мы будем подключать Через такой вот разветвитель Да То есть он вот так вот у нас будет стоять И отсюда будет заходить Да Короче, вот это у нас будет Линия пластика 1 С другой стороны Сейчас мы проверим сразу Чтоб это работало Потому что потом Когда мы все подключим Если это не заработает Будет жопа Так, сейчас Автосохранение только пройдет Так Автосохранение Ну Да Вроде как здесь тоже работает Так И отсюда Значит затягиваем Вот сюда Единственное Что у него нет привязки Они поэтому Немножко кривоват Но это мы переделаем потом Мне была задача Посмотреть Чтобы это в принципе работало Теперь здесь Значит Конвейерный разветвитель Под ними Будет стоять Прямо строго по центру Под ними Вот с той стороны Будет стоять Из Трех доп. компонентов А, ну и тогда Наверное мы будем Четвертый Делать над ними Просто Тогда мы вот по ним Будем выравниваться И это будет Самый оптимальный Маршрут Да И отсюда тогда То есть у нас будут Остягиваться три компонента Отсюда Остальные отсюда Я сейчас неправильно поставил Еще, но это не суть Мне просто надо было Посмотреть Как они будут работать Так, отлично Значит все это дело сработает Все это дело мы отсюда Можем разбирать Теперь наша задача Дальше затянуть Вот эту вот штуку Потом Можно на самом деле Вот эти вот хрени Будет оттуда убрать Я не знаю Может я их конечно оставлю Но в принципе Они там не нужны Так, теперь давайте смотреть Насколько мы можем Далеко отсюда Убрать линию Чтобы она подключилась Так, ну давайте Вот здесь какие-нибудь поставим Так Раз, два, три Так, теперь Отсюда соответственно Давайте вот здесь поставим Так Раз, два, три Так, продолжаем Такую же тему Так, сюда Раз, два, три Так, сюда Раз, два, три Сюда Ну соответственно Вот сюда Так, раз, два И три Это мы все удаляем К свиньям собачьим Так, остается у нас Последнее несколько Так, последнее несколько С последними несколько Короче, будем Что-то делать Их надо будет дальше Уже уводить Сейчас мы посмотрим Как Так, вот здесь вот Наверное Прям, да Прям на входе Мы делаем Последнюю Так И по ней Тогда две мы Заведем поверх А вот кстати Как заводить Вот здесь Это вопрос Вот это вопрос На самом деле Мне надо еще Три притащить Знаете, мы наверное Что сделаем Сейчас смотрите Какую тему Мы сейчас сделаем Для того Чтобы они все Тогда у нас шли Поверху Потом разделялись Дальше То есть мы Где-то вот здесь Вот тогда Сделаем Вот так Так, проходить Мы здесь при этом Можем Нормально Так, а тут Мы откуда Все это будем Заводить Так, еще одна Такая нам Штука будет Нужна Значит Берем Конвейерную ленту Тянем ее Куда-нибудь сюда Куда она Дотянется Только вопрос Вот сюда Она дотянется Куда-то Сюда мы Может быть Тогда и начнем Подключать Это все Делаем Так Раз Два Три Так Вот эту Нет Вот эту тему Мы оставляем Вот эту тему Мы убираем Так Допустим Что-то Вроде Того У нас Пойдет Теперь Вопрос Знаете В чем Стоит Как мы Будем Эту тему Заводить Вот Отсюда Наверх А заводить Мы ее Наверное Будем Нет Это два кубика Надо отступить По-любому По-любому Надо отступить Это вообще Без вариантов Потому что Тогда мне Если здесь будет один Мне наверное Не хватит Так давайте Планировать Хорошо Давайте планировать Во-первых Мне надо Вывести Готовую Продукцию Как-то Мне надо Вывести Как-то Готовую Продукцию И подать Как-то Продукцию Не готовую Так давайте Мы вот эту Тему Сначала Разберем Я ее Сделал Специально По центру И сделал Сверху Для того Чтобы мы Могли Ее Безболезненно Назад Вытащить И ничего Нам за это Не было Так вот У нас есть Такая Хрень Из которой По моему Замыслу Так Надо Во-первых Такую Штуку Сюда Проложить Начнем С подключения Обратного Подключением Вывода Для начала С вводами Потом Разберемся Сначала Сделаем Вывод Так Сначала Сделаем Вывод Вывод Будем Делать Вот так Вот отсюда Поверху У нас Должен Вот так Вот выходить Этот Который У нас Практически Совпадет Ну почти Он совпал Чуть-чуть Не совпал Так Проблема в том Что у нас Здесь правда Вот такие вот Вещи Которые Мне будут Немножко Мешать Поэтому Знаете Наверное Даже что Сделаем А что Мы сделаем Так Как нам Сделать Блин Чуть-чуть Я не довел Еще один Квадратик И было бы Прям вообще Идеально Ровно Может быть Доделать А Здесь так Квадратик Не получится Нет Идеально ровно Не сделать Потому что У нас Шаг Решетки Другой Ладно Значит Тогда Возвращаемся К нашей схеме А нет Подождите Мы в принципе Можем Если вот Отсюда Она завернет Она же правильно Завернет Ну-ка Сейчас проверим У меня Такое ощущение Что мы можем Сделать Прям ровно Ну-ка Ёлки-палки Смотрите Это Организация Вот так, тоже не сделаем Блин, не сделаем Так, значит, можем сделать Вот отсюда Так, 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 сейчас мы тут Разрулим, разрулим сейчас эту тему Так, тогда вот эта вот Вещь у нас уходит Значит, здесь мы тогда делаем Помостки вниз Здесь у нас будет немножечко Странная конструкция Но под раз по дорогому Здесь уже не сделать Конструкция будет вот такая Ровненькая И с нее будут уже Своего рода другие помостки Которые будут идти вот сюда И одновременно с этим вот сюда Так Во, и проезд здесь есть Ну просто шагом здесь немножечко не угадал Но главное, здесь можно ходить И мы даже без ракетного ускорителя Сможем здесь протащить свое тело потом Так, плюс у нас подходит здесь Фигня для суперкомпьютеров Охренеть, охренеть просто Эта фигня охрененная Заходит в итоге вот сюда В два, кстати, жалких хранилища Которые, ну вообще, что это такое? Это несерьезно Что такое два хранилища? Надо здесь еще несколько хранилищ будет пристроить Пока не будем Но потом пристроим Два хранилища на такое производство Это вообще чушь собачья Так, ладно Значит, здесь Получается Вывод у нас готов Вывод у нас готов Вот эту тему мы оставляем Вводов здесь других И выводов не будет Поэтому мы просто вот этот вывод Обстраиваем фундаментом И вот эту хрень мы тоже Закрываем фундаментом Так, вот эта площадка На которой у нас, соответственно Идет вывод суперкомпов Ничего здесь дополнительно угродить не надо Потому что суперкомпов Столько у нас не будет Представить, что у нас будет Больше 780 суперкомпьютеров в минуту Мне лично невозможно Так, теперь вот здесь Теперь вот здесь Вот эта вот хрень Мне прям не нравится То, как она здесь реализована Мне не нравится совсем Вопрос, имеет ли смысл ее переделывать Или не имеет И как мы будем заводить дальнейшую штуку Потому что мне по факту Ее дальше надо будет Где-то спустить вниз Где-то надо будет спустить вниз Как-то И подключить дальше к этой ерунде Ладно, мы тогда в следующей серии Займемся дальнейшим этим подключением Да, вот туда нам надо будет завести Две линии пластика Одной из которых у нас здесь еще пока нет И дальше посмотрим Дальше посмотрим, да Что мы будем с этим делать На сегодня тогда я с вами прощаюсь В следующей серии увидимся И продолжим Удачи вам И всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok